На должность заместителя главы города-курорта согласован Вячеслав Вовк. Его хорошо знают в Анапе. Он работал главным редактором телерадиокомпании «Анапа-регион». Пять лет возглавлял управление по взаимодействию со СМИ города-курорта. Затем четыре года проработал в пресс-службе губернатора Кубани. Еще один новый заместитель главы Роман Дикий ранее занимал должность замминистра Министерства образования, науки и молодежной политики края. Возглавлял Центр патриотического воспитания молодежи Кубани. Третье назначение на должность заместителя главы Наталья Богданова. Ее стаж муниципальной и государственной службы составляет более 20 лет. Она трудилась в налоговой инспекции Краснодара в департаменте потребительской сферы края. С ноября 2017 года работает в администрации Анапы начальником управления экономики и инвестиций. Глава муниципалитета Юрий Поляков пожелал всем успехов. Депутаты единогласно поддержали кандидатуры. Кадры подробны достаточно серьезно. Образование соответствует, опыт работы имеется. Два заместителя главы, которые сегодня были согласованы на должность, это представители краевой администрации. И мы видим здесь политику главы муниципального образования, чтобы у заместителей главы было краевое видение вопросов, чтобы мы развивались в масштабах края активнее, чтобы у нас были привлечены на территорию муниципального образования краевые проекты, чтобы мы входили в региональные программы и тем самым развивали свое муниципальное образование. Кадровые изменения произошли и в структурных подразделениях администрации. Олеся Лешенко утверждена на должность начальника управления по санаторно-курортному комплексу. Управление экономики и инвестиций возглавит Елена Пушкарева. Новый руководитель появился и у администрации Благовещенского сельского округа. На должность главы согласован Евгений Сливин.